Показать то, о чем порой не хотят даже говорить. Девушки, борющиеся с онкозаболеваниями, готовятся к открытию областной фотовыставки. Проект «Самое время жить» про безграничную любовь к себе и жизни. Такие смелые и лучезарные. Под вспышками камер и за улыбками не угадываются в этих женщинах их тяжелейшие истории. Всего три года назад с раком начала свою борьбу Наталья Будько. Сначала словно туча заслонила ее от счастливых моментов. Болезнь забирала силы и красоту. Кажется, что жизнь закончилась и твоя красота женская куда-то ушла. Но на самом деле, конечно, все это у нас в голове только. И наша задача таких фото-проектов показать женщинам, которые находятся в процессе лечения, либо уже прошли его, что они прекрасны, красивы. И внутренний свет вообще не погасит никакой диагноз, никакие шрамы и никакие болезни. А вокруг были девушки с похожими диагнозами. Кто-то продолжал верить в лучшее, кто-то терял надежду. Но главное, что всегда была возможность поделиться друг с другом своими тягостями. Так Наталья создала группу для пациентов с онкозаболеваниями. Семья, друзья – это одно, но когда у тебя есть группа единомышленников, те, кто может понять твои проблемы, беды, это совсем другая история. После родилась и мысль о творческих методах поддержки. Фото-проект «Сейчас самое время жить» объединил женщин из разных уголков Мурманской области ради важной и необходимой цели. Я пошла только с той целью, что, во-первых, я очень позитивно и достойна на борьбу. И хочу своим примером показать, что бороться нужно и можно, и нельзя складывать руки и ждать чего-то плохого. Надо действовать, надо жить, надо любить жизнь, надо любить ближних. Ульяны Анисимовой в руках розовая лента. Это символ борьбы с раком груди. Цвет, уверяет участница проекта, для нее самый подходящий. Хотя это не единственный онкодиагноз, который поставили ей врачи. Но времени жалеть себя просто нет. Самое главное – это диагностика. Второе – это не в коем случае не паниковать, не закрываться, не вскрывать вообще. Просто найти в себе силы справиться с этим. Не справиться даже, а принять это как данность и начать действовать, начинать борьбу. Последней, кто узнал о болезни жительницы Североморска Натальи, была собственная мама. Говорить о раке с близкими очень сложно. Кажется, что в этот момент ты окончательно сдаешься. Но Наташа смогла в прямом смысле встать с колен. Да, сейчас она с протезами, но уже работает и отказывается растрачивать жизненные силы на бездействие и отчаяние. И когда, наверное, у каждого человека, который узнает, что у него такой смертельный диагноз, наверное, всегда начинается, а что бы успеть? Вот что-то успеть хочется и для детей, и для себя, и для родственников. И вообще хочется успеть жить, побольше сделать. Кроме фото выставки в проект входит спектакль с участием онкопациентов. Премьера его состоится уже 3 февраля в Центре творчества и досуга Гаджиева. А 4 февраля «Самое время жить» перенесут на площадку Центра современного искусства в Мурманске и откроют для всех желающих узнать истории борьбы и жизни людей с диагнозом рак.